Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет, и с вами я, священник Иоанн Тераутс. К нам поступил такой вопрос. Хотим пожениться, но у невесты месяц назад умер отец. Сколько по времени должен длиться траур? На сколько стоит отложить свадьбу? Дорогие друзья, понятие траура для православной церкви не является неким таким актуальным или вероучительным. Мы с вами помним, как Господь говорит в споре с саддукеями. «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Цитату из Ветхого Завета Христос приводит с саддукеям в подтверждении того, что Бог не Бог умерших. Они не верили в воскресенье. Но телесная смерть этих людей для нас очевидна, и для его слушателей была тоже очевидна. Понятие траура часто ассоциируется с какими-то черными одеждами и так далее. Но это, опять же, некая такая западная сентиментальная практика. Для древней церкви смерть человека была неким таким его переходом в мир со Христом. Поэтому люди старались, наоборот, одеться во всё белое. Да, это больно, и Христос плачет за умершим Лазарем, но в то же время это естественное состояние нашей жизни. Вопрос о переносе свадьбы, мне кажется, должен решаться у вас внутри семьи. Если ваша невеста готова вступить с вами в брак, и у неё нет состояния какой-то депрессии, ужаса и боли, то вы можете играть свадьбу тем паче, что как минимум месяц уже у вас прошёл. Если же вы чувствуете, что ваша жена будущая не готова к этому, то постарайтесь обозначить сроки, постарайтесь ей помочь и поддержать её для того, чтобы её настроение изменилось. Но есть одна очень опасная составляющая в этом всём. Дело всё в том, что за долгое время, например, когда свадьба откладывается на год или на какой-то ещё промежуток времени, бывает, что отношения очень сильно портятся, потому что они останавливаются. Брак, мне кажется, это некое развитие ваших отношений. И если вы уже запланировали вступить в этот брак, вы настроились, и ваши отношения вы настроили к определённому изменению в ваших взаимоотношениях. И вдруг случается вот такое непредвиденное событие — смерть близкого человека. Это больно. Но никто же не заставляет нас делать из свадьбы цирк, из свадьбы делать какую-то комедию. Нет, свадьба — это радость. Но разве вы не радуетесь? Разве ваш усопший сродник не хотел бы, чтобы вы радовались? Разве он хотел бы, чтобы вы оставили все свои дела, каждый день ходили на кладбище и плакали по нему? Я бы не хотел, чтобы мои дети таким образом относились к моей смерти. Я бы хотел, чтобы их жизнь продолжалась в радости, в счастье. Если они запланировали долгожданное событие брака, то пусть они в него вступают. Бывает в современном мире ещё одна ситуация, когда люди встречаются, начинают жить друг с другом и понимают, что это неправильный формат их жизни. Им хотелось бы как-то узаконить свои отношения. Но тут случается, они запланировали дату, западали документы, и тут случается смерть их родственника. Что же, продолжать жить во грехе или всё-таки вступить в брак, разрешиться от греха, жить полноценной, серьёзной семьёй? Почему нет? Разве траур в этом является помехой? Мне кажется, наоборот, это будет доброе дело. Поэтому, дорогие друзья, это вопрос очень индивидуальный, и вы сами вправе решать, сколько вам требуется времени для того, чтобы прийти в себя. И для того, чтобы ваш брак был наиболее удачным и благим и хорошим. Храни вас Господь. Дорогие друзья, наш портал предлагает вам ознакомиться и пройти нашу викторину, которая была на нашем портале создана. Это прекрасная возможность изучить ваши знания о Священном Писании. Ссылка на эту викторину находится в описании под этим роликом. Вы можете применять это как в воскресной школе для своих детей, так же и для себя, для того, чтобы изучить. Прочитали какую-то книгу Священного Писания, выбрали, соответственно, только её, и вопросы будут исключительно по этой книге Священного Писания. И вы сможете понять, на что вы обратили большее внимание, правильно ли вы поняли те или иные пассажи этой книги. Геймификация образования — это один из сегодняшних трендов педагогики, когда изучение того или иного материала сопровождается каким-то визуальным контентом, прохождением тестов, викторин или специализированных, подготовленных игр. Здесь подключаются разные зоны нашего восприятия, разные зоны нашего сознания, и, соответственно, человек больше может узнать о себе, проверить самого себя. Поэтому я желаю вам воспользоваться этим прекрасным инструментом и тем самым улучшить ваше знание Священного Текста. Храни вас Господь, до новых встреч! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!